Добрый вечер, Маргарита. Добрый вечер. Вы знаете, что в этом году, словом года, признано словосочетание фейк-ньюс. Да, совершенно. Там было еще два претендента на звание слова года. Инста и спиннер. У вас есть инстаграм? Да, у меня есть инстаграм, но я им практически не пользуюсь. А в соцсетях вообще, вот вы прям своими перстами все набиваете, или у вас есть специально обученные люди, которые... И то, и другое. То, что я пишу от себя, твиттер, фейсбук, иногда я все большие тексты абсолютно все пишу я. И, конечно, такие вещи, как приехали загорать в Сочи, смотрите, какое море. Это, конечно, все делаю я. Ребята отправляют ссылки на какие-то наши продукты, на наше интервью, я имею в виду с нашего сайта. То есть не от вашего имени? Ну, это все равно публикую я, но они мне присылают лучшие наши статьи, и лучшие наши сюжеты, и какие-то такие вещи. Ну, нет, ну, бывает там орфографическая ошибка какая-нибудь, которую я бы не допустила. Вот именно. Я как граммар нации. Вот именно, Симоньян, главный редактор, не знает, как слово пишется. Вы знаете, что ваши оппоненты считают вас причастными к лженовостям. Что вы на этом можете сказать? Помыслы или ошибки? Ваши оппоненты считают вас причастными к лженовостям значительно больше, чем мои оппоненты считают нас причастными к лженовостям. Поэтому если мы хотим строить наш разговор в русле, который нам задают наши оппоненты, нужно ли это нам с вами? Посмотрите, история была действительно шумевшая не так давно с фотографией, которую Захарова комментировала, разместила, где Хилари Клинтон с Усама Бен Ладеном. Выяснилось потом, что это фотомонтаж. Вы понимаете, мы живем в таком мире, где вообще невозможно ничему доверять. Вот вы почитаете, что пишет, например, президент самой мощной державы мира, Дональд Трамп. Он считает фейк-ньюсом практически все СМИ, существующие в его стране. Он целыми днями, выражаясь его же языком, мочит свои собственные СМИ за фейк-ньюс, обвиняя от CNN, MSNBC и многих, New York Times и многих-многих остальных в том, что они дуплицируют фейк-ньюс. Во многом это действительно так. То есть везде нужно же искать какую-то настоящую правду. Во многом мейнстримовские СМИ действительно давным-давно утратили стандарты. Все гонятся за тем, чтобы побыстрее, посенсационнее, чтобы история легла в парадигму, которую им нужно нарисовать. И от этого получаются неточности. Иногда получается не просто неточности, а совершенно вопиющие случаи. Их каждый день в любом СМИ... Ну, пример какого-нибудь, вот с вашей точки зрения, Маргос, самого вопиющего случая уже новостей. Ну, что мой, слушайте, мы следим в основном за новостями о нас. Но наши бюджеты перевираются иногда в десятки раз. Или вот там была история про Россию, где у нас шли учения, в которых было задействовано около 10 тысяч человек. А западная пресса писала о сотнях тысяч человек, которые вот прямо сейчас придут. И они преподнесли это так, что Россия прямо сейчас завоюет Восточную Европу. И вот сотни тысяч войска скопились на границе. Ждите, ждите. Люди нервничают и прочее. На самом деле были учения. И что самое обидное в этих фейковых новостях, это то, что, как в той истории, ложки нашлись, а осадок остался. То, что когда выясняется, что это фейк, если вы посмотрите объем перепечаток цитирования и объем аудитории, увидевший сам фейк, и размер аудитории, увидевший опровержение этого фейка, как правило, это несопоставимые величины. Ну, самый известный пример – война наша 2008 года, Южная Осетия, Грузия, вот эта вот история. Ну, бесконечно, целыми днями все мейнстримовские, все западные СМИ говорили о том, что войну начала Россия. Потом, спустя много времени, год прошел уже или другой, когда комиссия европейская пришла к выводу, что войну начала не Россия. Это уже никому не интересно. Осадок остался, войну начала Россия. Вот это самое обидное фейк-ньюс, потому что я, как практикующий журналист, главный редактор и в агентстве информационном, и в нескольких круглосуточных телеканалах, я понимаю, что неточности и даже ошибки, они могут быть, это неизбежно, это прямой эфир. Понимаете, взрывается бомба, не дай бог. Приходит информация сначала о том, что погибших трое, потом о том, что их 30, потом выясняется, что их 15. И все это выдается в эфир, потому что, ну иначе будет просто черное поле в эфире. Люди хотят знать. Ты выдаешь ту информацию, которая есть на этот момент. Что-то берется из соцсетей, там могут быть какие-то ошибки. Потом это все уточняется через сутки, уже через неделю, точно будет более или менее ясная картина. Но в процессе ошибки и неточности неизбежны. Другое дело, что если они не исправляются, это остается, так формируется вообще история. Она формируется неправильно из-за этих фейк-ньюсов, потому что в памяти аудитории остается неправда. Увы. Вы упомянули, что вы практикующий журналист. У вас был опыт ведения телепередачи. Иван Иванович Демидов, идеолог и очень недооцененный телевизионщик, как я считаю. Почему недооцененный? Я его обожала. Вы его обожаете. В детстве, надо сказать. Надеюсь, он не обидится. Да, в детстве вы выросли на его передаче. Честно говоря, да. Вот в прямом смысле слова. Вот Иван Иванович Демидов как-то со мной поделился таким наблюдением про телевидение. Он сказал, что на телевидении есть тонкие и толстые. Это не имеет отношения совершенно к весовым категориям и к российской литературе. Значит, тонкие его представления – это те, кто сидят в эфире. Ведущие. Они могут быть очень влиятельными. Они могут быть очень толстыми. Они могут быть очень толстыми, но они тонкие. А толстые – это те, кто решает вопросы. Ну, когда он эту теорию излагал мне, он имел в виду конкретных совершенно персонажей, руководителя молодежной редакции тогдашнего, Александра Сергеевича Пономарева, и Владислава Николаевича Листьева как ведущего. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что человек, который руководит ресурсом телевизионным каким-нибудь, он может быть ведущим на своем канале? Это не ваш случай, вы работали ведущим на других каналах. Ну, в принципе, как вы относитесь к такой практике? Я никогда не думала об этом. Если он хороший ведущий и хороший руководитель, почему нет? Можно быть замечательным топ-менеджером. Не возникает здесь вот такого момента, как злоупотребление в служебном положении? Вы же можете сидеть в эфире Russia Today по несколько часов в сутки, если захотите. Я не делала бы это так блестяще, даже на 10% так блестяще, как это делают наши ведущие. Ну, зачем же мне быть плохой ведущей на канале, который я возглавляю? Убийство равно это ответит. Ну, я вам говорю, но если бы я была блистательной ведущей на английском языке, я думаю, что, может быть, я бы это делала. Особенно в кризисные времена, когда, например, телеканал «Джазира» на английском, только что открывшийся, стырил у нас множество ведущих. И я на полном серьезе думала, что мамочке еще один уйдет сейчас. Но они просто предлагали... Они перекупали, да? Перекупали. Они предлагали в разы большую зарплату. И у нас разом за месяц, вот в течение месяца, ушло очень много людей, которые сидели в кадре. Это была своего рода диверсия или просто они не заморачивались? Я не думаю, что это была диверсия. Они просто... Ну, у них огромные несчитанные деньги, слушайте, прямиком из кармана мира Катара. Ну, не сопоставимые с нашими. То есть это бюджет не в 10 раз больше, не в 20, а в сотни раз больше. Им нужно было срочно открыться. А как открыться? Да вот пришли на раз что-то и прям на выходе поставили своих эмиссаров. Сколько ты получаешь? 2000 долларов. На тебе 12. Поехали. Вот такая была у нас история. Это было давно, это было много лет назад. Но я помню, что я сидела и думала, ну, мамочки, наверное, я сама попробуюсь в кадре, потому что что мне еще делать? Завтра вообще просто некому будет сидеть в эфире. А эфир круглосуточный, как я уже сказала, его просто лебединым озером, как в старые добрые времена, не закроешь, нужно что-то делать. Но я не такая прекрасная ведущая, как наши ребята, и поэтому я этого не делаю. Потом я не могу сказать, что я это люблю. Я это вообще не люблю. Не любите? А мне кажется, вы получаете удовольствие. Никакого. Да? Абсолютно. Хорошо, а вот этот проект, который... Мне и интервью давать не нравится. Я это делаю, потому что это моя работа. Это часть моей работы. Я очень признателен, что вы согласились на это. Вы мне приятны лично, поэтому я с удовольствием... Спасибо, мы это просто в анонс. Сижу с вами... Вот этот момент мы дадим в анонс круглосуточный. Сижу с вами в замечательном месте у фейкового камина. Но, в принципе, для меня это тяжелый труд. Это не та часть работы, которую я люблю. А вот этот проект, который вы с Тиной Канделаки вели, «Железные леди» назывался. Он просуществовал недолго. Почему? Потому что вам или еще кому-то это не нравилось? Давайте я сейчас скажу, зачем он нужен был лично мне. Так, хорошо. Я говорю сейчас о себе. Я не говорю ни о Тине, ни о Владимире Михайловиче Кулистикове, который тогда возглавлял канал НТВ, с которым я отношусь не просто с уважением, а с любовью. Он мой учитель. Он с 19 лет учил меня телевидению. И именно он вместе с Олегом Борисовичем Добродеевым меня в Москву-то. Вывезли девушку из Краснодара в Москву. Так вот, я забеременела. И поскольку я забеременела, и у меня были там сложно сочиненные семейные обстоятельства, мне нужно было просто увеличивать жилплощадь. Мне нужно было на участке, где мы жили, построить там баню или что-то, где я могла бы поселить своих дядю и тетю, которые сидели бы с ребенком, когда я на работе. Вот для этого мне нужен был проект «Жилетный рецепт». Я этого даже не скрывала. Мне просто нужны были деньги. Они мне платили огромные деньги. Мне платили в неделю больше, чем я зарабатывала в месяц в качестве руководителя «Раштудэй». Ну, в качестве руководителя телеканала у вас же есть возможности как-то зарабатывать помимо непосредственного оклада. Там же не существует никаких схем. Бонусы вы имеете? У нас нет бонуса. Ну, не знаю. Схем нет. Если вы подозреваете меня в том, что я беру взятки или откаты, то я их не беру, готова поклясться на библи. Никоим образом. Вы, поскольку находитесь под таким увеличительным стеклом, то в вашем положении, даже если бы вы очень хотели бы, это было бы очень-очень сложно, скорее всего, что невозможно. Это, кстати, мнение многих. Если ты руководитель канала, то, наверное, у тебя все шоколадится. Я поэтому вопрос этот и задаю, потому что это сразу что возникает. На тот момент, как я вела «Железные леди», я была руководителем РТ уже, так, это был какой, если я была беременная, значит, это был 13-й год. Значит, я была руководителем РТ уже 8 лет. И я жила в 100-метровом домике, купленном в ипотеку, в 63-х километрах от МКАД. И каждый день ездила, поскольку Новая Рига ремонтировалась, 3 часа в один конец и 3 часа обратно на работу и с работы. Но, наверное, за 8 лет, если бы были какие-то легальные способы зарабатывать, я бы заработала. Но легальных способов не подразумевается, а нелегальными я не занимаюсь. Верю. Этот проект, который назывался «Железные леди», изначально планировалось называть «Кавказские овчарки». Ну, это была одна из версий, которую мы прочитали в СМИ, что, оказывается, планировалось называть «Кавказские овчарки». А, то есть это не было такой задумки, это все наши выдумки журналистские? То есть это не было в проекте такого? Может быть, это было в проекте, но это не было в проекте у нас. То есть проектами занимается много людей. Не мы его придумали. Нас позвали на готовый проект. Нас с Тиной нам сказали, вот, будете вести. Это же не мы придумали. Встретили с Тиной за чашкой кофе и сказали, а давай-ка придем делать проект. Мне позвонил Кулистиков и сказал, вот есть такая идея. Я как раз тогда в отчаянии думала, где мне искать еще ипотеку или еще кредиты, или еще что-то, чтобы построить какую-то там баню на своем участке, потому что мне рожать, а кто будет сидеть с детьми, там, дядя с тетей, я давно договорилась со своей тетей, что она придет ко мне работать няней, но ее надо было куда-то поселить. В общем, и так все совпало прекрасно. Я к чему захожу от кавказских овчарок? Это потому что на грани политкорректности было бы, если бы вышел вот такой проект. А вы вообще человек политкорректный? Как вы вообще к идее? Нет. Вы не политкорректный? Нет. А что вы такого не политкорректного сказали или сделали в своей жизни? Отвечайте за свои слова. Вы же сказали, что вы не политкорректный. У меня, я думаю, я вот сейчас, я отвожу взгляд от вас. Когда я отвожу взгляд, это значит, я думаю, я углубляюсь в заколуке памяти. Я могу очень жестко и неполиткорректно шутить. Меня это не смущает. Я могу быть очень резкой. Резкой не в смысле агрессивной, а в смысле не выбирающей выражений. И меня политкорректность достала еще в моем подростком возрасте, когда я училась в Америке. У меня волосы дыбом стояли от политкорректности. И она у меня, как многое в подростком возрасте, что на тебя вдруг наваливают, как абизон, это у тебя вызывает отторжение. В подростком возрасте дети склонны уходить от религии, в которой они были воспитаны. Дети склонны все, чем их учат в школе, делать наоборот, бунтовать. Я вдруг в 15 лет попала в невероятно политкорректную среду, которая... Это по обмену, да, вы в Америку? Мне показалось, очень многие проявления этого мне показались глупыми, и мое нутро взбунтовалось. Поэтому нет, я по современным меркам, я не политкорректный человек. Ну, я, конечно, сложно меня назвать хамом трамвайным, но мне кажется, в этом много лицемерия. Вот. А вы сказали, что вы можете... Я имею в виду в политкорректности. Я понял, да. Она очень часто переходит за грань лицемерия. Да, это ханжество абсолютно, чаще всего. Согласен с вами. Ваш круг общения, это в основном люди из медийки, журналисты или нет? С кем вы общаетесь, помимо работы? Ведь вы же не 24 часа в сутки работаете. Да, много журналистов, много киношников, потому что... Минематографистов, да, это слово такое. Естественно, это наш общий дом, мы живем вместе, и в дом больше приходят, наверное, его друзей, чем моих друзей. Соответственно, мой круг общения очень изменился. Вообще у нас круг общения огромный, там кого только нет. Это люди, которые вхожи в дом, скажем так, я назову кругом общения. От рестораторов до... Вы бы назвали несколько имен хотя бы, чтобы какое-то у меня представление было. Ну, пожалуйста, ближайшие друзья Тиграна. Андрей Делос, крестный его дочери. Вот это мы вспомнили рестораторов. Делос, это крестные дочери Тиграна? Да, крестные дочери Тиграна, да. Юра Стоянов у нас почти каждые выходные, он это называет столовка у Симоньян. Потому что я люблю готовить, как известно, я в Твиттер публикую рецепты. И действительно, я все сама готовлю каждое воскресенье, когда у меня это получается. И всегда мы зовем Стоянова, он самый благодарный едок. Он ест из известных людей. Федя Бондарчук, с которым Тигран провел вместе юность. И у них такая очень язвительная, интересная, прикольная дружба. Мои друзья Андрей Кондрашов, наверное, знаете, он как раз... Да, да. Я не знаю, он считается вашим руководителем или нет, но он главный редактор ВГТРК. Он, кстати, ВГТРК, да, точно. Да, мы с ним вместе работали в Пуле и прошли с ним многое тоже в моей юности. Это когда я только переехала в Москву, мне было там 22 года. Мои одноклассницы, которые некоторые из них теперь известны. Краснодарские одноклассницы? Вы какой-нибудь фильтр ставите для людей, которые пускаете в свой дом? Я имею в виду идеологический. Вам все равно человек этот крымнашист или напротив придерживается радикальных либеральных взглядов? Лишь бы он был вам понятен, близок и приятен? Или для вас вот эта идеологическая составляющая имеет значение? Никакого. Отец моих детей, когда мы с них познакомились, придерживался радикальных либеральных взглядов. А сейчас изменил? Во многом изменил, да. То есть душите? Не в этом дело. Но слушайте, я тоже когда-то придерживалась радикальных либеральных взглядов. Да, мы все придерживались. Знаете, это же Климанцо сказал, если в 20 лет ты не либерал. Это Климанцо сказал, да? Приписываю Черчиллю, да, сказал Климанцо, что если в 20 лет вы не либерал, у вас нет сердца. Если в 40 ни консерватор, ни от мозгов. Да, то у вас нет мозгов. Так что понятно. Человек же меняет свои взгляды под воздействием информации. Вот у человека появляется новая какая-то информация. Вы являетесь поставщиком информации как раз. То есть получается, что вы на Тигране Киосаяне отрабатываете свои арти технологии. Во-первых, я, мой образ жизни. Для Тиграна было колоссальным шоком, когда он первый раз приехал ко мне в эту мою избушку на курьих ножках в 63 километрах от МКАД. И он, когда уже переехал ко мне жить на своей роскошной Мазерате, пробираясь пробкам в мой этот домик, он мне говорит, а почему у тебя нет штор? Я говорю, ну ты знаешь, те шторы, которые я хочу, они стоят 5 тысяч долларов. А я еще не накопила 5 тысяч долларов на шторы, поэтому накоплю и еще повешу. Он меня смотрит и говорит, ты сейчас меня за идиоты держишь или за кого? У тебя бюджет миллиардный ежегодный. Я говорю, ну это же бюджет, это же не моя зарплата, я же не отрезаю от этого бюджета кусочки себе в карман. Он был этим потрясен. И когда он стал со мной жить и видел, что все это правда, что действительно есть люди, которые работают на государство, при этом государство не воруют. И вообще так бывает. У него что-то начало, мне кажется, меняться в голове, потому что в его картине мира такой фейсбучно, и там, ну не буду называть название издания или там имен в его окружении, да, в его картине мира так не может быть. Так не может быть. Все государственники, они продажные, они работают только за бабки, они или воруют, или им в открытую платят какие-то немыслимые деньги. У них у всех виллы за границей и прочее. Я не говорю, что так не бывает, так тоже, конечно, не бывает. Но это не просто не у всех, а у подавляющего меньшинства так счастливо сложилась судьба. Те ребята, с которыми я всегда работала в государственных СМИ, которые продолжают там работать, живут обычно. Обычно. Вы знаете, я с Колесниковым, когда беседовал о его очередной 150-й книжке о Путине, я спросил, не кажется ли ему, что вокруг Путина нет запутинцев. Что люди, которые вокруг президента, это в основном такие прагматики. То есть люди очень с бизнес-мышлением. Вас можно назвать человеком, который из близкого круга? Это неправда. Неправда что? Что вы из близкого круга или неправда, что вокруг Путина нет запутинцев? Нет, ну что я из близкого круга, это вообще просто смешно. Нет? Да. Ну все время фотографиями мелькают. Мама Арго с Путина. Ну, на официальных визитах, когда он дважды приезжал к нам на РТ, еще приезжал к нам в РИА за 12 лет. У вас есть тот самый секретный телефон мобильный, по которому вы можете в любой момент позвонить? Слушайте, вы не поверите. Мне этот запрос задают второй раз за неделю. Причем мне до этого его не задавали ни разу. Вы что, сговорились? Первый раз мне его сдала журналистка CBS. Есть ли у вас телефон, по которому вы звоните Путину? Ну вот это... Я не знаю многих журналисток CBS, но это вот не знаю о ком речь, это вопрос не обо них сейчас. Давайте я так спрашиваю. Вот как вы сами думаете, у меня есть телефон, по которому я могу позвонить? Я думаю, что какой-то есть, да. Я уж не знаю, я думаю, что у Путина вряд ли один телефон. К сожалению, вы очень ошибаетесь. Я ни разу в жизни не говорила с Путиным по телефону никогда в своей жизни. То есть, если надо что-то донести до гаранта, вы Пескову сперва набираете? То есть, как это работает? Ну, что значит, надо что-то донести до гаранта, например? Ну, неужели ничего не бывает такого, о чем надо бы Путину, чтобы Симонянцев что-то сказал Путину? Никогда не возникают такие ситуации? Я вам скажу, значит, раз или два раза в год, чаще два раза в год, Путин собирает ужин с представителями телевидения, где обычно бывают главреды и ключевые ведущие. Ну, то есть, например, Владимир Соловьев. Я в курсе, да, что да. Вот там можно задать вопрос, который тебя волнует. По моей работе у меня было... Вот на Валдае сейчас я задала ему вопрос. То есть я попросилась у строителей Валдая и сказала, ребята, мне нужно задать вопрос Путину по поводу нашей ситуации в Америке, как будет отвечать Россия. Но мне важно знать его мнение, понимать. У меня нет другой возможности задать ему этот вопрос, кроме как вот напроситься на какое-то мероприятие и задать этот вопрос, как люди делают на пресс-конференции. По моей работе, встречи с президентом... Хорошо. Меня бывают раз в несколько лет. Пескову в любой момент можете позвонить? Песков мой друг. Песков был моим другом, когда он еще не был Песковым, а я еще не была Зиманья. Поскольку я работала в Пуле, я была просто журналистом в Пуле, а он тоже был просто сотрудником пресс-службы. Он не был пресс-секретарем или руководителем. Мы все время оказывались вместе в командировках, часто куда-то ездили, подружились и с тех пор дружим. Поэтому я ему могу позвонить поэтому. Это могу. Но это совершенно не значит, что он что-то донесет до Путина, во-первых. Во-вторых, я никогда этого не делаю. Я никогда не прошу Пескова ни о чем по работе. Я верю. Мы обсуждаем детей, жен. Мы вот ужинали вместе позавчера. Да. До какой-то был... А, ну, собственно, в празднике. Да. Да, разошлись мы в 2 часа ночи. Но мы вообще не говорим о таких вещах. Мы говорим там о Тане нафке, о прекрасном. О прекрасном. Вы пиваете? Конечно. А вы пьющий человек? Я странный на это дам ответ. Я очень много могу выпить, как представитель такой кавказской семьи. Но я ни разу в своей жизни не была пьяной. Никогда. Я даже не знаю, как это. Никогда в жизни. Мои друзья мне говорят, дай мне, одолжи мне свою печень. Да я бы тоже попросил кусочек. Царство Небесное Лесин Михаил Юрьевич, он все время говорил, одолжи мне свою печень. Потому что он видел, что мы оказывались с ним в каких-то мероприятиях на вечерах. Я могу выпить очень много. Но я при этом пью просто как компот. А вообще армяне, они сибориты. Вы себя ощущаете представителем этноса? Или вы просто, как любой русскоговорящий интеллигент, просто русский человек? Или вы все-таки помните про свои армянские корни? Ну, я, безусловно, россиянка, и мой родной язык русский, и моя родина Россия. Но также, безусловно, я армянка. Я чистокровная армянка. Во мне нет никакой другой крови. Вы по-армянски говорите? Нет, не говорю. Нет, ну какая же вы армянка? Но дети мои говорят. Да не может быть, а кто их? Тебя сами научат? Нет, вот как раз этот мой дядя, которого благодаря программе «Железные лети» я из его коммуналки на Тверской перевезла вместе с его женой, с моей тетей домой. То есть они как гувернер и няня моих детей. Вот он их научил армянскому языку. А он говорит, он из Еревана. А в Армении часто бываете? В Армении до Тиграна я была один раз в жизни с Путиным в командировке два дня. Так. В Пуле, когда я работала, и у него был визит. И, собственно, я ничего не видела. Я видела в основном Путина в этой командировке. Ну, естественно, что... Что он запомнил Смирин, а не Путин? Да, понятно. Потому что, ну, ты с утра стоишь со своими вот этими вот теми камерами, микрофонами, ждешь визита, потом визит случился, ты бежишь на монтаж, что-то пишешь, монтируешь, на следующий день визит продолжается. Что ты видишь из Армении? Ну, армяне вокруг, да, но у тебя нет времени даже поговорить. Мы говорим, да. А вот Тигран в этом году, в мае, то есть это был мой второй визит, он со своими друзьями к вопросу о друзьях. Вот Артур Джанибекян, например, который сейчас он вице-президент Газпром-медиа. Вы знаете, что он основатель комедий-клаб, создатель и прочее комедий-клаб. Вот он крестный наших уже теперь детей. Вот эта тусовка, скажем так, часто бывает у нас дома. И друзья наши с менее известными фамилиями, друзья Тиграна в первую очередь, но совсем не менее значимые и значительные люди, организовали феноменальную поездку нам в Армению, феноменальную, где мы посмотрели все. Ну, это что-то невероятное. Там в древней церкви специально для нас пел армянский оперный хор, представляете, который специально для нас туда привезли. Или там на памятнике над ущельем для нас устраивали концерты, танцы. Ну, в общем, это... Я даже не представляю, чтобы это можно было организовать как-то через агентство. Или как-то, если бы только не друзья за это взялись. Вот мы говорили про неполиткорректность. Вам когда-нибудь в жизни, что называется, есть такой термин, прилетало за то, что вы армянка? То есть вы сталкивались когда-нибудь с проявлением... В юности очень много, да. Это в Краснодаре? В Краснодаре. Краснодар, Краснодарский край в 90-е был в этом смысле сложным регионом. Вы помните, у нас был такой губернатор Кондратенко, Батька Кондрат, Царственному Небесному, Жугундер. Он публично призывал вешать на платанах сионистов и курощупов. Сионистов и кого? Курощупов. Курощупы? Ну, были вот какие-то такие курощупы. И, в общем, он так настраивал, конечно, край жестко. Потом в край хлынуло огромное количество мигрантов. Откуда? Из Армении? В первую очередь из Армении. Потому что, вы помните, в Армении война, Карабах, блокада. В какой-то момент были даже погромы в Краснодаре. Армянские погромы? Да, несколько дней. Это было еще при Горбачеве на излете перестройки. Они были абсолютно спровоцированы властью. Не нужно. В одну ночь собрали призывного возраста мужчин в Краснодаре. Собрали и забрали. И сказали им, что они поедут разбираться в этом конфликте, в Карабах. Ну, вы представляете, да? Русские мужчины, которым сто лет не снился Карабах. Им семьям сто лет не снился Карабах. Они вообще не понимают, зачем это нужно. И на следующий день началось. Били стекла, разбивали там. Ну, нехорошо было. Мы прятались, я помню. Потом еще долго наш стоматолог, не стоматолог, а как это называется, ортодонт. Мы носили пластинки с сестрой. Он отказался нас принимать. В школе нам сказали, лучше какое-то время не появляться. Ну, такие времена были тяжелые. Мой первый серьезный преподаватель, руководитель телекомпании, где я работала, запретил мне в кадре появляться в моих сюжетах с формулировкой, чтобы не раздражать людей. Это было. Но, слава богу, я с этим не сталкиваюсь очень давно. Это был такой период. Ну, слушайте, вы помните этот период вообще в жизни всей страны. Святые 90-е, как вы говорите, наверное, на Ельцине. Ну, конечно. Это был такой яростный национализм всех. Всех против всех. Бесконечные какие-то стенки на стенку, как правило, по этническому признаку. Там, ингуши с чеченцами, армяне с азербайджанцами. На краевом уровне казаки с армянами или с грузинами. Это были бесконечные какие-то постоянные конфликты. И было, конечно, неприятно. Вы считаете, что возможен какой-то ренессанс в этом смысле таких моделей? То есть, возможно ли возрождение этих схем в нынешней России, возврат в 90-е? Знаете, еще одна неприятная особенность взросления заключается в том, что ты с возрастом понимаешь, что человечество устроено так, что ренессанс самой страшной гадости обязательно может быть возможен. К сожалению. Поэтому это касается не только России, это касается, в принципе, вообще всех. Ну, казалось бы, после ужасов Средневековья, Инквизиции и прочего, ну, наверное, это не может повториться. Ну, как это не может повториться? Хотя совсем недавно что-то очень похожее происходило в Камбодже, при вашей, например, жизни, а при нашей с вами жизни. Ровно то же самое происходит в ИГИЛ. Запрещенные в России организации. Запрещенные в России, да, организации ИГИЛ. Все вот эти страшные ужасы, немыслимые жестокости, и то, что не приснится, наверное, ни одному хичкоку. Я вспомнил, что событие тоже недели, это появление статьи Суркова на вашем сайте. Сурковым вы тоже знакомы? С Сурковым мы дружим. Мы сидели у меня дома, собственно говоря, вы спрашиваете, кто был дома. Я решил, напишу-ка я колоночку. Нет, мы сидели у меня дома, пили вино, и его жена Наташа сказала, слушай, Слава написал потрясающую колонку. И не знает, где ее публиковать? Нет, он не собирался ее публиковать, он написал ее для себя, вот уговорить, чтобы прочитал. Он отказался ее читать, но разрешил мне ее прочитать. Ну, там много было других людей. И мы ее прочитали вслух, долго ее обсуждали, и я подумала, слушай, если мы вот так вот на кухне сидя так обсуждаем, то, наверное, это будет интересно вообще в Москве, по крайней мере, в определенных кругах. И я его попросила, я говорю, можно мой публику? Он говорит, да, пожалуйста, на здоровье. Я тут же переслала своим, сказала, во вторник утром, когда праздники закончатся, публикуйте. Фурор она произвела, ее кто только не перепечатал. Да, да, да. Да, и у нее огромная была аудитория. Ну что, я хотя бы для себя понял, как многие вещи делаются. Мне было очень интересно. Огромное спасибо, я очень на вас надеюсь в перспективе. Спасибо, спасибо.